друзья мои всем привет всем огромный привет ну что ж у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи колесниковых вы знаете а у колесниковых сегодня день открытых дверей да я бы назвала это так но прежде чем мы с вами приступим к колесам как говорится хотела бы обратить ваше внимание на один комментарий который поступил мне где-то ровно день тому назад если честно я его изначально не заметила да потому что мне приходят не все сообщения вот да и как-то потом я смотрю что там уже создалась аж целая ветка значит одна я так понимаю защитница колесниковых их так скажем обожательница да и верная подписчица пишет мне капслоком следующие вещи галина вы завидуете вы не можете иметь детей усыновите и успокойтесь а если не можете усыновить из-за проблем со здоровьем или судимости то напишите мне я подскажу ребят я конечно благодарю вас за за то что вы меня стали там всячески поддерживать да но вы у меня самые лучшие это я вам уже не раз говорила но вот честно я все конечно понимаю я понимаю что осеннее обострение дает о себе знать да и люди могут писать все что угодно вы знаете когда это пишут люди просто вот с каких-то там аккаунтов левых да я еще понять могу но когда я зашла просто кликнула на этот ник и обнаружила что это канал на ютубе там всего правда 33 человека подписчика да но это пишет женщина которая уже достаточно взрослая то есть она уже взрослая и уже лет 70 наверное она пишет такие вещи я вообще если честно но все прекрасно понимаю да в принципе у колес не может быть иных так скажем фанатов да вот именно вот такие фанаты обожатели могут быть у колесниковых которые считают свято верят в то что если мы с вами не приемлем образ жизни колес значит мы конечно же обязательно им завидуем и значит у нас нет детей ну в общем да и таких прекрасных мужей как лёша ну что ж я пожелаю той женщине чтобы ее дети и внуки вот как раз таки чтобы им попались такие прекрасные женщины как света у которой две руки у белевые такие вот мужья да которые вот никакие хозяйки да и вот такие мужья как раз таки как лёша которые будут держать все семейство в черном теле и ни черта не делать не работать ни туда ни сюда в общем да ладно друзья мои переходим как раз таки колесниковым знаете светочка светочка теперь приняла эстафету ложки то есть до этого он сидел постоянно отвечал на вопросы ну а теперь это делает цвета она опять уселась в своей вот этой вот синей кофте и с умным видом стала отвечать на вопрос оказывается друзья мои вот мы с вами шутим значит смеемся да по поводу того какая света хозяйка какой же она кулинар оказывается многие зрительницы просят просят рецепт ее оладьи в студию и светочка говорит я так понимаю вот такие же зрительницы которые написывают значит на обзорных каналах о том что мы все завидуем светочки да да так вот светочка говорит просит у меня рецепты оладьев говорит да строгого рецепта у меня мол нет ну делает как ей захочется грит как обычно я все делаю но я так понимаю света как обычно делает все примерно на глаз ну и приблизительно так скажем просто знаете единственное мне интересно что же это за женщины которые а я прекрасно понимаю да что там явно не 15 и не 20 летние девчонки сидят а значит и смотрят колесниковых я вот просто думаю что это за женщины которые имеют семьи имеют детей имеют внуков и не знают рецепта элементарного оладьев как пекут оладьи слушайте ну это вообще уже конечно позорище чтобы еще об этом спрашивать у света да но она говорит вот я горит примерно все делала примерно примерно говорит последний раз вообще забыла даже яйцо положить в общем свет как обычно в своем репертуаре да сама не помнит тут же зашла даринка ее отвлекла света говорит так 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 теперь я горит совсем запуталась и забыла что надо говорить в общем да как есть знаете говорит так и делаю но они говорит кушают по чуть-чуть я так понимаю светка наверное вообще специально свои вот эти вот блюда готовят так чтобы их потом нельзя было есть и чтобы вот это вот блюдо было никакой не вкусно его можно было растянуть на неделю и всегда знаете всегда есть как говорится оправдание да лёшка скажет а почему мол да ты не готовишь что-то новое а света скажет а потому что они его не едят и вон пожалуйста в холодильнике стоит соус сколько они ели этот соус непонятно до сих пор они его еще почти даже не доели света сказала что вот почти почти доели да далее друзья мои стала объяснять почему же в предыдущих роликах в предыдущем ролике громко звучала музыка помните там где лёха уселся на свое кресло и начал рассказывать нам про свою иботеку да так вот говорит мы здесь не виноваты просим прощения ну надо же в какой-то веке светочка попросила прощения говорит просто говорит так получается когда монтируем туда-сюда говорит потом эта музыка становится громче а я вот знаете что хочу сказать колесниковым я кстати именно к ним вчера и обращалась и сказала что вы что говорю издеваетесь над нами зрителями я говорю что это за контент когда вас и так не слышно половину ваших слов вообще не разобрать из-за ваших дефектов да и плюсом вы еще врубаете музыку я вчера это высказывала лёша сегодня света держит значит перед нами ответ но это замечательно но с другой стороны я не понимаю зачем им в таком случае вообще нужна музыка вы меня извините конечно они широко раскрывают рот исключительно за столом когда туда засовывает ложки а так они делают это еле 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 так может быть вообще пока не научились говорить громко отказаться совсем от музыки да для того чтобы вас зрители могли слышать далее светочка значит с никитой поехали поехали по делам по врачам туда-сюда но и встретили в городе девчонок девчонки со школы смотрю анжелка значит стоит без шапки ну а настя в шапке в шапке причем шапка честно я не знаю с чьей она головы друзья мои но явно не с настиной так как она у неё лежит просто на носу она огромная для неё вообще какая-то старая не по возрасту какая-то бабская тетская непонятно какая да да но свете в принципе все равно они так одевают своих детей им абсолютно наплевать далее уже на кухне светка бегом бегом не поверите чистит картошку говорит завтра нам ехать опять по врачам по делам я говорит хочу чтобы дома кое-что было наверное так понимаю лёшка вставил ей нагоняй и сказал ей о том что давай прежде чем куда-то ехать давай-ка ты нам хотя бы что-нибудь приготовь чтобы нам было что с дариночкой дома поесть пока все остальные будут в школе ну и вот светка начала чистить картошку и говорит будет просто картошка свет ну а когда будет уже не просто картошка и не просто макароны когда уже будет что-нибудь действительно стоящее помимо гарнира вот просто даже интересно далее друзья мои стала она жаловаться стала жаловаться о том что она устает устала вот она съездила в город съездила в город вернулась и говорит я так устала от поездки ребят я не знаю наверное нам надо всем вместе собраться и пожалеть свету особенно нам всем тем да кто работает еще на каких-то работах вот мы с утра до вечера на работе прибегаем делаем все свои дела по дому семьей и так далее да надо еще светку пожалеть что она вышла в город выехала на автобусе туда на автобусе обратно прошла с немножечко пешочком да и все но она устала я даже не знаю что здесь сказать ну а далее друзья мои света говорит о том что вот мол картошки не поверите не просто пустая картошка настя отваривает еще из сосиски вы знаете я уже честно даже не спрашиваю почему это делает настя а не анжелка которая между прочим старше все понятно зато кстати за столом анжелка естественно сидит в первых рядах и наяривает наяривает как можно быстрее далее светочка нам демонстрирует как виталинка делает домашние задания но я честно не знаю как что как будут обстоять дела у виталина в школе я желаю и конечно успехов и удачи она девчонка в принципе сама по себе такая достаточно мне кажется ответственная сама по себе и очень хотелось бы чтобы у виталина все сложилось все сложилось все получилось да пусть у нее будет все нормально в школе в любом случае но вот очень слышно как виталина как у нее опять в очередной раз заложен настолько сильно но что она просто дышит ртом как рыбка выброшенная на берег света говорит ой это просто она подстыла подстыла цвет что значит за подстыла это вообще какое-то странное слово да но говорит ничего подобного ничего страшного мы лечимся да ее давным давно уже по-другому лечить надо у нее давным давно уже нос не дышит совсем но свете почему-то до этого опять же нет никакого дела ну понятно это ж надо собрать себя в кучу это ж надо оторвать одно место да от стула взять ребенка в руки ездить по специалистам хотя бы что-то где-то как-то решить да посмотреть узнать лечение операции еще что-то но нет свете до этого нет никакого дела она же устает очень от поездок да далее она значит пытается заниматься с виталина и говорит но это буква не я сначала вообще сначала знаете так напряглась потом прокрутила думаю может мне показалось она опять горит но это буква не не ты понимаешь свет да не не блин это вот ты действительно не б не б не кукареку вот честно я друзья мои просто в шоке далее далее светка опять бьет свои рекорды а очередные значит от нее перла и говорит у виталина там что-то будет я горит не знаю что может быть это будет мол открытый урок я если честно уже не помню как проводятся открытые уроки мол когда я училась в школе когда типа это было учитывая что мне 40 лет свет а у тебя что школьников других помимо виталина нет у тебя а макс анжела настя и никита это вот как раз таки те которые каждый год по год практически перед виталиной ходили до вшли в школу то есть о чем она говорит как она может что-то не знать когда у нее уже пятеро детей ходят в школу то есть вообще мне непонятно но светка но это просто нечто без слез как говорится не взглянешь как скажешь как скажет хоть стой хоть падай да друзья мои в общем вот такой у меня получился обзор на них пишите что думаете по этому поводу оставляйте свои комментарии ну что ж всех целую обнимаю всем желаю прекрасного дня хорошего вечера берегите себя своих родных и близких здоровья здоровья еще раз здоровья ну и конечно же всем тем кто подписывается на мой канал всем кто ставит лайки всем кто пишет хорошие адекватные комментарии всем огромное спасибо всех целую всем пока